Итак, 110-й Псалом книги Теилим, говорящий о том, что Бог навеки приблизил к себе Давида и его царский род. Первое, что говорят об этом Псалме для примирения с ненавистниками и когда у тебя конфликт с близкими, особенно еще тоже, обязательно читают этот Псалом, и он помогает тому, чтобы это разошлось. Вообще, любой конфликт, он задерживает, когда у тебя есть конфликт, какая-то проблема, это сверху благословение задерживается, надо срочно это менять. Читают для спасения от ненавистников, этот Псалом, так написано в древних книгах. Вот на эту тему все, но есть еще очень интересное толкование, такое философское рассказывается в 110-м Псалме, второй перик, это посох могущества свое пошлет из Циона. Это речь идет о посохе, написано, что это после победы над Голиафом Давид написал. Давид идет в бой с Голиафом, если вы помните, с именем Всевышнего, а Голиаф перед этим 40 дней бронит Бога. Говорит Талмуд, что Голиаф вызвал Бога на бой, он надеялся на свою силу, богатырь три метра, а Давид говорил Голиафу, что ты выйдешь на меня с мечом и копьем, а я выхожу на тебя с именем Бога. Это сегодня очень-очень интересные вещи, которые как мир этот переворачивается. Вот сегодня опять, видите, Израиль, он как Давид вокруг огромного количества Голиафов. А кто знает о том, что они вообще родственники Давид и Голиаф? Ну, это я отвлекся. Написано, что Давид взял прощу и пять речных камней, и они слились вместе, и он бросил камень и победил. И тогда, почему в лоб он, кстати, ему попал, это я уже совсем отвлекаюсь, потому что Голиаф не понимал, что Бог один. Один, надо понимать это. Почему 40 дней он ходил, этот Голиаф, и никто к нему не выходил в заслугу Орпы, матери его? Это, если вы помните, у Наоми, кто помнит, я знаю, что не все может помнить, Наоми было два сына и две невестки, Орпа и Рут. Рут, от нее произошел царь Давид, а от Орпы Голиаф. Два пути. Два пути показывает этот псалом, два пути человека на земле. Есть путь Давида и путь Голиафа. Есть путь заслуг перед Немом, и есть набирание камней на земле. Поэтому еще говорят мудрецы, что бой Голиафа с Давидом связан с последней войной Гога и Магога, через которую раскроется Машеяк сын Давида, и тайна его находится в 110-м псалме. Брахава Цлаха.